Среди лучших в стране Ненецкое профессиональное училище стало лауреатом сразу нескольких всероссийских конкурсов в достижении о более чем весом. Это стало возможным благодаря обновлению материально-технической базы, высокой квалификации преподавательского состава и, конечно, появлению новых специальностей, в которых так нуждается наш регион. Тем продолжит Иван Кутенников. Медвине, вот так, контролируем сварочную ванну и заканчиваем раз отрывом. Практически урок у ребят, которые выбрали для себя профессию сварщиков. Это одна из новых специальностей, появившейся в учреждении в текущем учебном году. Сейчас на первом курсе у студентов хватает и лекционных занятий. Но, например, Данил Спиридонов считает, что гораздо интереснее, конечно, работать за оборудованием, чем сидеть за партами. Вообще обожаю учиться. На сварщика пошел, потому что профессия прибыли. Больше практикой нравится заниматься, чем сидеть на уроках и читать книги. Сложно? Нет. Сегодня на специальных тренажерах студенты отрабатывают навыки на плавке валиков. Сразу нескольких видов. Как прямого движения, так и колебательного. Аппарат записывает весь процесс, благодаря чему после занятия каждый может проанализировать свою работу. Заданиями ребята справляются по-разному. Видно, что им интересно, конечно, заинтересовались. И получается, получается не у всех по-разному. Но вот есть у нас паренек, который сегодня уже на 97% выполнил задание. То есть это зачет, это супер, да. То есть после 80% ставится зачет. У него было 97-98% выполнения именно этого задания на плавка валиков. А у кого-то 4, 5, 10, 15. Вот так вот все по-разному. А здесь сразу в двух кабинетах учатся будущие мастера ЖКХ, электрики и сантехники. Некоторые сидят за ноутбуками и пишут программы. Затем их передают на специальный макет. В соседнем кабинете студенты собирают и разбирают раковины. Работают даже с импровизированной стиральной машинкой. Затем проверяют усправность кранов и системы слива. Еще один специальный тренажер – так называемый «Умный дом». С его помощью ребята, например, знакомятся с системой отопления. У них есть программа. Сидят на компьютерах двое, программируют. Они начертили себе схему будущего дома своего отопления. Создают ее макетом. Нажимаем старт. Начинается работа и пишут, сколько неисправностей. Или наработать полностью эту систему. Постоянное развитие учреждения, в том числе и с помощью внедрения новых специальностей, не остается без внимания. Не так давно НПУ стала лауреатом Всероссийского конкурса «Образовательная организация 21 века. Лига лидеров 2018». А его директор Галина Медведева в рамках ежегодной Невской образовательной ассамблеи удостоилась награды «Эффективный руководитель 2018». И это еще не все достижения. Показывали изменения, которые произошли в материально-техническом оснащении образовательной организации, что мы получили и как мы начинаем использовать демо-экзамен, world skills и так далее. И вот эти все успехи, они как раз привели к тому, что мы попали в топ-100 и сначала ведущих организаций среднепрофессионального образования. А сейчас, буквально недавно, мы еще прошли и попали в топ-100 ведущих образовательных организаций Российской Федерации. Но уже 28 апреля Ненецкое профессиональное училище отметит свой 60-летний юбилей. Памятной дате будут организованы тематические выставки об истории учреждения. Конечно, не обойдется и без традиционных конкурсов, а также встреч выпускников. Само торжественное празднование состоится 26 апреля.